Добрый вечер, это информационный выпуск сегодня. Итак, сегодня в выпуске. Добрый вечер. 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 за сохранение Советского Союза и вхождение в состав Российской Федерации. Но этот референдум, эти референдумы, они, скажем так, юридически были перечеркнуты референдумом 2006 года, где вопрос стоял о независимости Республики Южная Осетия. Поэтому здесь уже, конечно же, необходим юридический факт проведения референдума о стремлении Южной Осетии войти в состав, вернуться, вернее, в состав Российской Федерации. Как идёт подготовка к референдуму? Есть ли какие-то юридические и социальные вопросы, которые необходимо решить перед вами или заявлением? Да, без сомнения. Для того, чтобы провести референдум, соответствующие юридические шаги мы должны сделать. Эти юридические шаги сегодня делаются, начиная от сбора подписей, решения Верховного суда. Эти юридические шаги мы обязательно должны сделать. Почему? Потому что всё должно, мы считаем, делаться именно на твёрдой юридической платформе, которые не будут нарушать и международное право. И это необходимо. Почему? Потому что Республика Южная Осетия – субъект международного права, и, соответственно, всё должно быть именно в рамках международного права, в рамках тех законов, которые действуют на территории Республики Южная Осетия. Что касается перспектив проведения референдума, я правильно понимаю, если вы победите на выборах, то референдум будет 100% проведён, вы это гарантируете? Мы обязательно должны провести референдум. Этот референдум, он необходим, он необходим для народа Республики Южная Осетия. Я считаю, что проведение референдума, оно показывает и отношение нас, южных осетин, к России, к тем событиям, которые происходят на сегодняшний день в мире. Я считаю, что это как раз прямое подтверждение и поддержки политики Российской Федерации, и поддержки того наката, который сегодня идёт на Российскую Федерацию. Мы и есть Россия, мы должны понимать, что народ Южной Осетии, Россию, в принципе, считает своей исторической родиной, как и все те другие народы, которые на сегодняшний день проживают на территории России. Расскажите, как сейчас выстраивается социально-экономическое взаимодействие Южной Осетии и России, и какие перспективы вы видите? На сегодняшний день, фактически, Республики Южная Осетия, та инвестиционная программа, которая есть и которая реализуется на территории Южной Осетии, она определяет как раз развитие социально-экономическое. Плюс ко всему, мы с российскими коллегами проработали программу социально-экономического развития Республики Южная Осетия. Это очень объемная программа, программа, которая обеспечит увеличение рабочих мест, программа, которая обеспечит увеличение собственных доходов Республики Южная Осетия и программа, которая обеспечит как раз экономическое развитие нашей Республики. Мы как раз это обсуждали сегодня тоже. Уверен, что у нас это все получится. Программа, она долго прорабатывалась, фактически полтора года мы прорабатывались с коллегами из Российской Федерации развития социально-экономического характера, программу социально-экономического развития, и уверен, что у нас это получится. Вот приходит сообщение, что вы буквально только что встречались с Дмитрием Казаком. Можете рассказать подробнее, о чем шла речь? Да, конечно, как раз мы обсуждали эту программу, нашу программу, программу социально-экономического развития, определили точки взаимодействия, определили те шаги, которые необходимо сделать и со стороны исполнительной власти Республики Южная Осетия, законодательной власти Республики Южная Осетия, взаимодействия с федеральными органами Российской Федерации, с государственными органами Республики Южная Осетия. Мы обсуждали вопросы повышения заработной платы военнослужащим, комитету государственной безопасности, министерству по червячанным ситуациям, таможенному комитету и ряду силовой составляющей, которые действительно нуждаются в том, чтобы повышение зарплаты было. Это решение принято? Это решение принято, да. И я уверен, не то что уверен, мы уже видим, что в мае месяце все эти решения будут претворены в жизнь. А размер увеличения оплаты вы можете сейчас назвать? Они будут соответствовать тому размеру, который есть у нас по Северо-Кавказскому федеральному округу. Вот Грузия, ну в общем, наверное, ожидаемо, да, осудила и проведение президентских выборов Южной Осетии, и запланированный референдум. Вы как лично относитесь к такой реакции? Ну, это абсолютно неудивительно, ведь те выборные кампании, которые были в республике Южной Осетии, их Грузия никогда не признавала, в принципе, мы на это не обращаем внимания уже. Единственное, что может нас напрягать и на что необходимо обращать внимание, это на те провокации, которые есть и которые были со стороны республики Грузия. Вот в этом вопросе, конечно, нас это волнует, и мы все эти вопросы ставим и на женевских дискуссиях, и в рамках МПРИ. И я думаю, что нам удастся все это все-таки решить дипломатическим путем, на что мы настроены, и на что, я думаю, что будут к этому подходить и грузинская сторона. Именно дипломатическое решение тех провокаций, которые осуществляются со стороны Грузии. А ждете ли вы, есть ли риск каких-либо провокаций, не дипломатических, а вполне реальных, в момент проведения второго тура выборов? В момент выборов и в момент проведения других мероприятий, которые мы хотим сделать, мы не ожидаем. Но уже та провокация, которая есть, со знаменитым у всех на слуху, выставление полицейского поста на территории республики Южная Осетия, вот это такая самая большая провокация, которая была осуществлена Грузией после 2008 года. Вот в этом направлении как раз мы и проводим переговоры, решаем эти вопросы, и надеюсь, что решим это все дипломатическим путем, конечно же. Анатолий Ильич, в целом Ваш настрой на второй тур? Ну, Вы знаете, был такой выдающийся командующий воздушно-десантными войсками, герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов. Он говорил так, сбились с ног, сражайся на коленях, идти не можешь или встать не можешь, лежа наступай. Никогда не надо сдаваться, и, конечно, настрой боевой, и это знают и мои соратники, и те люди, которые меня знают хорошо, никогда я не сдавался, и, конечно, будем идти. А Вы считаете, что Вас били с ног? Я в общем говорю. Ну, эти принципы, на чем я воспитан, как десантник, я ими, как бы, апеллирую на них постоянно, и поэтому вот эти принципиальные для жизни каждого человека ценности, они остаются, и те вызовы, которые бывают, мы их должны принимать и, конечно, бороться, и двигаться дальше. То есть, настрой боевой? Абсолютно. Анатолий Ильич, благодарю Вас за Ваш комментарий, спасибо, что приняли участие в нашем эфире, и я напомню, гостем нашей студии был президент Южной Осетии Анатолий Бибелов. По распоряжению президента республики в связи с празднованием православной Пасхи сегодня временно с 8 часов утра до 8 часов вечера 25 апреля возобновили работу пункты пропуска Розда, Хансина, Гуры, Перев на государственной границе с Грузией. ЦИК республики готовится ко второму туру выборов президента. Аппарат Центральной избирательной комиссии еще раз напоминает правила процедуры голосования. Подробнее в материале Стеллы Бязровой. 28 апреля в республике пройдет второй тур президентских выборов. В повторном голосовании примут участие кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Это действующий президент Анатолий Бибелов и лидер партии НХАС Алан Гоглоев. За несколько дней до выборов избирательные участки отправляют избирателям приглашение, которое содержит информацию о дате, времени и месте голосования. 28 апреля в день повторного голосования нам всем предстоит сроком на 5 лет голосовать и избрать главу нашего государства. Принять участие в голосовании вы сможете на своем избирательном участке, где вы включены по месту жительства в список избирателей, либо же по месту фактического нахождения за пределами республики Южная Осетия. За пределами территории нашей республики открыты 3 избирательных участка в Российской Федерации. В городе Москве по адресу Курсовой переулок 9 и 2 избирательных участка в городе Владикавказ. Один участок в здании дворца культуры по улице Иристонская 3 и второй участок в здании дворца молодежи по улице Леонова 2. В избирательном участке избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность и расписывается в списке избирателей. После этого ему выдается бюллетень. На задней форзаце паспорта участковой избирательной комиссии непосредственно перед голосованием ставится штамп, свидетельствующий о его участии в выборах. При этом, как подчеркнули в Центральной избирательной комиссии, по загрампаспорту гражданина республики Южная Осетия голосовать нельзя. После получения бюллетеня избиратель заполняет его в кабине для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие других лиц. Голосование проводится путем внесения гражданином в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, или в квадрат против всех. Как и на первом туре голосования, фамилии кандидатов на должность президента республики будут расположены в избирательном бюллетене в алфавитном порядке. То есть первым в бюллетене указан кандидат на должность президента Бибилов Анатолий Ильич. Соответственно, в пользу него заполняется первый квадрат. Вторым указан кандидат на должность президента Гоглоев Алан Эдуардович. Соответственно, заполняется второй квадрат. И третий квадрат предназначен для проставления знака по позиции против всех. На обратной стороне избирательного бюллетеня ставятся только подписи представителей с правом подписи от каждого зарегистрированного кандидата. Никакие записи или знаки избирателям на обратной стороне бюллетеня не производится. То есть избиратель заполняет только лицевую сторону избирательного бюллетеня. Если избиратель поставит знак в более чем в одном квадрате, либо не проставит ни в одном из них, избирательный бюллетень будет считаться недействительным и не будет учитываться при подсчете голосов. Повторные голосования по выборам президента состоятся 28 апреля 2022 года с 8 до 20 часов по местному времени. Со всей информацией, интересующей вас, вы можете обращаться за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию, либо в районные и городские территориальные избирательные комиссии, или участковые избирательные комиссии, а также посредством телефонной связи, организуемой этими избирательными комиссиями. С информацией о порядке и процедуре голосования можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии. Сталобязрова, Ренат Медоев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Никто не забыт, ничто не забыто. Вооруженные силы Южной Осетии готовятся к параду во знаменовании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Репортаж Зарины Кучевой. В Южной Осетии началась подготовка к параду Победы. На плацу военного городка военные чеканят каждый шаг. Строевые тренировки проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майора Виктора Федорова. В них принимают участие парадные расчеты Министерства обороны, МВД, МЧС, Минюста, а также 4-й российской военной базы. Отрабатывается вынос знамений, четкость шага, равнение строя при прохождении и другие нормы строевой подготовки. Все выявленные ошибки устраняются на месте. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Министерства парада! Поздравляю с праздником! Ура! 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 Генеральные репетиции парада планируют провести в начале мая. Военный парад пройдет 9 мая на театральной площади Цхинвала. В нем примут участие пешие колонны и военная техника. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok